Молодая наука ДНК-генеалогия изучает мир предков, анализируя мутации в генах. Все мы представители древних родов, давших нам жизни кровь. Но что мы об этом знаем? И главное, хотим ли? Профессор Анатолий Плёсов, один из ярких исследователей этой области, говорит, что на роду написаны удивительные вещи, и никто не забыл. Наверное, все в той или иной степени строили свои генеалогические построения деревья. Но здесь есть два ограничения очень серьезных. Во-первых, это неглубоко. На самом деле, не только неглубоко в России, не то, что мы не заботимся о наших предках, а во всем мире. Дело в том, что, скажем, в Европе западной только небольшой процент людей докопал до XVIII века. Во-вторых, часто в этих генеалогиях есть сбой, и на самом деле дедушка оказывается не дедушкой, а папой не папой. Мефодий Вильман Генрих Вольфович. Мефодий Вильман Генрих Вильман Генрих Вольфович. это то, что называли никчемными последовательностями ДНК, или даже мусорной части ДНК. И было, в общем-то, непонятно, зачем ДНК только 2% генов, а зачем все остальное. Оказывается, каждый из нас носит записанную книжку в этом ДНК, в которой записана информация о наших предках. Более того, о миграциях наших предков, о передвижениях их масс, о том, когда рода появились, все человечество вышло по понятиям современного, вообще-то одного человека. То есть вопрос, как такое могло быть? А потому что выжил реально один, и было много, конечно, но мор, эпидемия всякого рода, это называют генетики, прошел бутылочной горлышкой. Понятие рода – это люди, произошедшие от общего предка, у которого есть характерная мутация. И поэтому, получается, допустим, люди ушли в свое время в Америку и стали американскими индейцами. У них одна мутация характерная есть. Если они пошли от одного предка, то они унаследовали мутацию предка. Допустим, в Китае другой характер мутации, а там другой род. И вот когда так проанализировали, оказалось, что можно разбить все человечество на 18 родов. Их рода называют по буквам алфавита, латинскому. От А до Р. Если считать, что где-то 70 тысяч лет назад человечество вышло из Африки, то примерно 50 тысяч лет назад оно оказалось в районе Месопотамии. И гаплогруппы или рода, которые образовались в Месопотамии, они там, в общем-то, остались жить. Они потом распались на арабов и евреев. Оттуда они прошли севернее, как раз в предкавказье южное. Это южнее Каспийского моря, это западный Азербайджан. И оттуда, примерно 40 тысяч лет назад, произошло великое переселение или расселение народов. Потому что вот как раз до ДНК-генеалогии даже не было такого понятия, никто не заглядывал в 40 тысяч лет назад. Оказалось, что примерно 40 тысяч лет назад одни люди, одни рода ушли на запад. Через Малую Азию, через Босфор и Дарданеллы, которые тогда, видимо, были сухими, они ушли в Европу. Как раз славяне среди них тоже были, но это южные славяне. Поэтому славяне тоже совершенно разные. А те, которые потом стали восточными славянами, которых половина в России, они ушли на восток. И вот пришло расхождение. И вот они прошли по Иранскому Нагорю, они шли дальше на восток, и они дальше уперлись в горы. Это вот узел Памир, Гендукуш, Тяньшань. И они расщепились, разошлись на две группы. Одна пошла на юг, и потом стали индийцами, дровидами, как раз вот жителями Юго-Восточной Азии. А другая пошла на север группой. И вот они дошли, на север шли, дошли до Тройной Азии, до Южной Сибири, и опять разошлись. Сибирские народы ушли на восток, и потом они пришли через Берингово море и стали индейцами. А корни, это сибирские народы. А другая группа ушла на запад. И вот эта группа ушла на запад, и образовала группу или род Ар. Вот это Западная Европа и Восточная Европа. Значит, скажем, в Ирландии 90% принадлежит к подгруппе R1B, как ее называют. А Восточная Европа, это славяне, это русские точнее, это поляки, чеки, словакии. У них в большой степени R1A, другая. Значит, ну, похожи друг на друга тоже люди, антропологически похожи. Все-таки трудно отличить зачастую западноевропейцев восточную европейцев. Допустим, в Испании там тоже процент на 90, вот эта западноевропейская группа. А ее только 5% в России, этой группы. Далее, как выяснилось, часть людей, опять же, вот, которые сейчас образуют славянскую группу, они ушли дальше на восток, дошли до Урала, а от Урала ушли вертикально вниз в Индию. И там, оказалось, живет много людей, на самом деле, 100 миллионов индийцев. Как раз это больше индусы, говоря о этнокультурной составляющей. Это те же самые хромосомы, как и у славян. То есть, они не являются нашими потомками, потому что они являются потомками тех, кто туда ушли. То есть, мы потомки простых братьев. Но род один и тот же. У каждого рода свои подроды, а у тех свои семейства. Но, тем не менее, вот это вот все анализируется. И выясняются удивительные вещи. Поскольку вот эта У-хромосома не истребляется, кроме как самим носителем. То есть, она переносится от папы к сыну одна и та же. И, оказывается, это удивительная, полезная вещь для историков, для археологов, для лингвистов. Потому что эта метка не ассимилируется. Языки ассимилируются. Очень трудно догопаться, какой там был язык в древности. Он изменился. Религии меняются. Антропология, даже облик, это зависит от генетики, меняются. А вот эта Игорь хромосома не меняется, кроме как мутации. И поэтому, когда арабы где-нибудь там вообще, у Индийского океана или на Аравийском полуострове, они делают тест, буквит, у них фактически славянские хромосомы. Откуда, казалось бы. А это отражение след предков, которые туда принесли эти хромосомы. И если я совокупность арабов на Аравийском полуострове, то можно установить, когда этот предок пришел. Яшка. Цыган. Не знаю. Нет, наверное. Лошадей боюсь. Цыган, цыган. Гриня. Здорово, Гриня. Хе-хе-хе-хе-хе.